Здравствуйте, я сопрано, дама Светлана Касьян. Сегодня я покажу вам свои распевки. Распевки очень важны для певца, для любого исполнителя. Точно так же, как очень важно разогреть мышцы и спортсмену перед основной тренировкой. Это и вокальное долголетие, это и гигиена голоса. Начинаю я с фа мажора. Закрытым звуком. Стараться с первого упражнения поднимать верхнее небо, освобождать язык. Я всегда занимаюсь, когда я дома занимаюсь, с зеркалом. Стараюсь всегда заниматься с зеркалом, потому что так я могу контролировать весь процесс распевок и укладывать язык, опускать плечи. Начиная распевки, плечи должны быть опущены, голова ровно. И зеркало вам в этом поможет, в этом контроле. И начинать можно с фа мажора. Буквально в пределах октавы достаточно этого. Можно дойти до ми, можно дойти до фа второй октавы, но не выше. Мы только разогреваем голос. Рискальдар лавочи, как говорят итальянцы. Только-только согреваем его. Разогреваем. И когда мы берем дыхание, плечи должны быть опущены, грудная клетка тоже, потому что дыхание ападжаря должно опирать диафрагмально, низко. И чем ниже, тем лучше будет. Также подключаем немой звук. И уже контролируем ноту к ноте, соединяя, как тоже говорят итальянцы, должны соединять вот как жемчужина к жемчужинке на одной единой нити. Кончик языка опирается в нижние зубы. И он так уложен ложечкой. А я надеюсь, это видно будет на камере, как укладывается язык. Тогда освобождается гортань, горло, и звук будет далее более свободный. Что также продлевает вокальное долголетие, делает звук чище и краше. Верхнее небо мы приподнимаем. Должно быть ощущение того, что во рту вареное яйцо в вертикальном положении. Но ни в коем случае при этом не ширить звук. В вертикальном положении, говорю яйцо. В общем, начинаем в пределах октавы. Помочим. Можно и немым звуком. Сомкнутое М как бы. Помогает вывести звук в резонаторы. Дальше плавно можем подключать гласные. Гласные начинают... Можно начинать распевки с гласной У. Это очень мягкая гласная. Она тоже освобождает... Может помочь освободить гортань. Настроить нужный звук. Потому что... Такие гласные как А... Могут немного расширить звук в самом начале разогрева. Поэтому я очень люблю гласную У. У... 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 Что касается переходных нот... Все это гладко-гладко проходим от нотки к нотке. Как я уже говорила ранее, от жемчужины к жемчужинке. То есть связываем это все. Легаре, 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 дубямо. Как итальянцы говорят, легато, легато, соединяем. Соединяем, и это бесконечная работа. Мой любимый певец Лучано Поворотти своим первым педагогом 6 месяцев занимался только упражнениями. Только пел вокализы, которые я не любила еще, будучи студенткой. А пришла к этому только, став уже певицей после определенного количества партий. В общем, чем больше уделять этому времени, тем лучше будет качество на выходе. И на протяжении 6 месяцев Лучано Поворотти пел только эти упражнения. Далее из своего родного города Модена он поехал к педагогу, нашей любимой сопрано Мирелла Фрейни, которая достаточно школьная для многих певцов. И они продолжали эти вокализы вместе, эту бесконечную работу от нотки к ноте. Я далее покажу его тоже любимые упражнения, но, мне кажется, и эти упражнения можно услышать во всех консерваториях во всем мире. Любимые упражнения Лучано Поворотти. Я прочитала много литературы о этом замечательном певце, и мне было очень интересно, так как у него замечательная блестящая техника, ему удалось сохранить свой голос и пропеть огромное количество прекрасного репертуара. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у положение рта, губ. Как говорят итальянцы, come un punto, как одна точка. Представить себе эту точку и она должна долететь в самую глухую точку зала, самого большого зала, самой глухой акустикой она должна долететь. Вот эту пунту, вот эта точка, покрыть двойной состав оркестра, будь то Вагнер или самые драматические партии Джакомо Пучини. Вот эта точка поможет вам пробить оркестр и полететь, сделать звук более полетным. В этом мне также помогает гласная И. Она выводит звук в маску. И в распевке после гласной У можем подключать гласную И. И еще с раскатывающей согласная Р. Она также помогает вывести звук вперед, звук будет полетный. И даже если певец не совсем здоров, а мы не всегда бываем здоровы, вот эта техника, это место, которое ты улавливаешь в таких упражнениях, как с гласной У и И помогают тебе, твоему звуку полететь, быть полетным, попадать в маску и помогают, как я уже ранее сказала, и вокальному долголетию. И это то, что составляет нашу гигиену голоса. Вокальное долголетие. Но опасность в том, что И может провоцировать молодых певцов на плоский звук. Ни в коем случае не переходить на Ри. Это уже горло. Это уже проблемы, которые будут после этого со связками и с голосом. Всегда его немного редуцировать, собирать, чтобы оно было такое итальянское И. Они, несмотря на то, что звук у них впереди, близко к передним зубам. Несмотря на это, звук поет все тело, весь корпус, головной резонатор, все пропускается, горло свободное, все освобождено. Си малой октавы, а я продолжаю петь, используя головной резонатор, не перегружая грудным резонатором. Это также вокальное долголетие, молодость голоса и звука, хотя можно перегрузить и так. Это в редчайших случаях, когда у нас какая-то мега-драматическая партия, слово, выражение, фраза, которая требует определенной краски звука. А в целом максимально сохранять свой голос и используя головной резонатор. Если, конечно, еще раз говорю, это все индивидуально, если какой-то двойной состав оркестра и фраза требуют такой какой-то мрачной окраски, тогда можно добавить, использовать очень мощный грудной регистр, но в распевках, максимально, максимально, тем больше, тем лучше использовать головной регистр, не перегружая грудным и смешивать его голову и грудь. Микс, то есть плавный переход на малую октаву, потому что иначе это, вот, как я уже сказала, ранние проблемы у многих сказываются на верхнем регистре. Теряется третья октава, и исполнители не могут взять верхние ноты после того, как перегрузили нижний регистр и какие-то ноты в первой октаве. Поэтому максимально сохраняем этот микс, как можно ниже идем. Вот си, си, бемоль, можно. Я использовала микс, я не перегружала грудью, хотя, как уже показала, могу и перегрузить грудным регистром. Когда у меня встречаются партии на три октавы, такие как аттела, когда дирижер может поставить каденцию с использованием нот в малой октаве, или а, и соли, иногда и фа малой октавы, а потом надо будет выйти на не третий, я разогреваю голос по всему диапазону. И тоже покажу, как я это делаю, потому что сейчас у нас пока только начало разогрева, только первые упражнения для распевки. А на весь диапазон разогреваю уже в самом конце, когда голос уже достаточно разогрет. И мышцы тоже разогреты, все как у спортсменов. Что касается упражнений повороти, у меня все отмечено. Мой любимый исполнитель, его любимые упражнения. Я была в доме музея повороти в Модена в промежутках между репетициями и выступлениями в Италии и прониклась этим духом, и местами, воздухом, где жил и творил, рос этот замечательный певец. И вот одна из его любимых, один из моих любимых вокализов. Можем это упражнение спеть тоже на И, чтобы свободно и ровно пройти на вторую октаву. В повороте начинал из До первой октавы это упражнение, можно и с Р начать. Ко второй октаве я приоткрыла рот и перевела И в А, но контролируя, чтобы оно не было широким, более собранным, потому что И на второй октаве может спровоцировать, еще раз повторюсь, плоский звук. А это никому из нас не надо. Продолжаем упражнение нашего любимого глюча на повороте. Это упражнение тоже исполнял маэстро, тоже помогает в разогреве голоса. Я спела ее немного иначе, но это тоже один из вариантов этого вокализа. Тут у нас будет захватен и седьмоль уже второй октавы. Плечи опускаем. Вот мы пробежались уже до диэс третьей октавы. И одно из любимых упражнений также Мансерат Кабале, которое я хотела бы вам продемонстрировать. Певица с самым, наверное, ровным и прекрасным голосом. Одна из ярчайших исполнительств Бель Канту. И она очень любила упражнения на октаву. Выравнивать регистры. Выравнивание регистров. То есть берем... Допустим, ми первая октава, перехоня и фрэ. Можно делать небольшой апартамент для этой связки, для натяжения. А что касается дыхания в этот момент, как поршень такой. То есть поршень, который идет вниз и наверх. Вот это то, что я себе представляю в этот момент. Я много лет работала с широким поясом. Я сейчас покажу все, что касается дыхания. С широким поясом, который помогал в этом контроле над дыханием. Особенно в таких упражнениях, когда надо выравнивать регистры. И можно, еще раз повторюсь, немного использовать портаменту. Также, когда я еще училась, будучи студенткой, в России мы используем иногда наш любимый российский слог «Лё-ли-лё». Язык обязательно контроль. Язык обязательно контроль. И чем больше мы будем это все растягивать, и легату много не бывает, как говорят все замечательные коучи, маэстро, дирижеры. Над этим надо работать всю жизнь. Что я, в принципе, и делаю, не останавливаясь. Это бесконечный процесс. И голос уже немного разогрелся. Я показала вам любимое упражнение «Мансират Кабалея» «Лучано Поворотти». Упражнение, которое мне нравится, итальянское. Оно помогает иногда отключить голову, что немаловажно, когда предстоят какие-то очень важные выступления, и ты настолько в таком напряжении, что кажется, что все не получается, голос не звучит, а надо все освободить и запеть. Вот в таких случаях можно использовать это упражнение итальянское. А звучит оно таким образом. Может, кому-то это поможет. или вот такое арпеджио с таким текстом. Вот, ты просто отключаешься, ты ни о чем не думаешь, просто даешь легкость голосу, не перегружая, разогреваешь его. МИ ПЯЧЕ КАНТАРЕ, МИ ПЯЧЕ КАНТАРЕ. Дословно переводится «мне нравится петь», «мне нравится петь» на итальянском. И звук выводим вперед. МИ ПЯЧЕ КАНТАРЕ, как говорят итальянцы, к верхним зубам. Сюда, то есть. И вот можно даже в этот момент и потанцевать, освободить корпус, спину, то есть чтобы нигде ничего не зажималось. Это очень важно. Не контролировать звук. Вот именно на этом упражнении обязательно все освободить. И вот мне именно это упражнение помогает в этом. То есть отпустить весь контроль, отпустить голос. А теперь можно поехать разогревать голос по полному диапазону. И если у меня вот такие вот ультра сложнейшие партии, которые требуют того, я разогреваю по всему диапазону голос. Сначала пойдем на третью октаву и потом вернемся и пойдем на малую октаву. Любимое упражнение повороте. Песня. 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 Ре. Ре. Песня. Песня. Ре. Песня. Ре. 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 Разогрелся, пойду на третью октаву. Играет музыка Это была фа третьей октавы. Или можно? Фа диез третьей октавы. Почти соль третьей октавы, но я все-таки драматическая сопрано, а не колоратура, поэтому дальше идти пока не буду. Что касается третьей октавы, я не знаю, было сейчас видно или нет, я сейчас развернусь. Развернусь, чтобы был виден мой аппарат и в камеру, и при этом контролировать тоже перед зеркалом. Не перегружать, чтобы свободно выйти на третью октаву. Я драматическая сопрано, крепкий и тяжелый голос, который в партиях практически никогда невозможно встретить. Ничего выше ми бемоля третьей октавы. Но когда маэстро, особенно в Италии, узнают о наличии этих нот в третьей октаве, они хотят использовать это как и во времена Бельканту, и во времена таких замечательных певиц, у которых тоже был диапазон. Использовать в каденциях, потому что особенно на Италии, любители там, где зародилась Бельканту и опера, ценители настоящей классической музыки, оперной музыки, они очень-очень это любят и ценят. Поэтому, что мы делаем на третьей октаве? Открываем рот, используем головной регистр, минимально грудной, минимально, чтобы звук не перегружался, тогда свободно пойдете на третью октаву. Как это я делаю? И я открываю верхние зубки. Сейчас я покажу, как я это делаю. Звук при этом достаточно крепкий. И я представляю себе, будто я как якорь такой цепляю за крайние верхние зубы, когда иду на третью октаву. Это помогает мне зацепить, открыть и потом дальше уже пропустить этот стол, поршень, как я уже говорила. И как говорила замечательная великая Елена Образцова, что чем ниже мы тоже будем брать в это время до дыхания, тем проточнее будет звук и свободнее голос. Так, середину всю мы пропели. Первую, вторую октаву мы спели, третью спели. Пойдем на малую октаву. Мы уже идем к завершению наших распевок. В среднем я распеваюсь 15-20 минут, но также все индивидуально зависит от того, какая партия мне предстоит. Если мне петь такую партию, как Мадаму Баттерфляй, а это моноопера, одна из сложнейших сопрановых партий, то я очень аккуратно разогреваю свой голос и не более 10-15 минут, потому что петь мне еще три часа, не закрывая рта. Если это такая партия, как Троваторе Леонора или Аида Верди, я могу разогревать голос даже 30 минут. И очень долго сижу на вокализах с немым звуком, а далее плавно перехожу на пиано в третьей октаве, потому что того требует партия все. Все зависит также от того, что вам петь, какого композитора вам исполнять, и это тоже влияет на разбивки. Итак, малая октава. Если такие партии, как та же Атилов, в которой и в каденциях встречается вся эта малая октава, я разогреваю весь голос. Немного подключила грудной резонатор. Однажды я пела с одним исполнителем любовную сцену, в которой использовалась вся малая октава. Он должен был положить голову на мою грудь, и он сказал, что только после этой сцены он понял, что такое грудной резонатор и как он должен резонировать. Язык всегда ложечкой укладываем. Укладываем ложечкой и всегда контролируем. Плечи опущены. Грудь ни в коем случае не должна задираться. Это ми малой октавы. Ми бемоль малой октавы. И иногда можно и пойти ниже, хотя это уже не встречается у сопрано. А я сопрано. Хотя что такое драматическое сопрано? Это голос, который в отличие от мецисопрано и других голосов, должен иметь самый большой диапазон. То есть ты должна иметь краски и мецисопрановые в малой октаве, и драматической колоратуры в третьей октаве. Вот в этом вся сложность. Если обычная сопрано может иметь только хороший верхний регистр, и если у нее нет малой октавы, ей никто ничего не скажет, потому что она сопрано. А мецисопрано, как правило, малая октава и первая октава хорошие. А к третьей октаве мецисопрановой тоже никто не придирается. То в отличие от всех этих голосов, драма сопрано должна петь все. Иметь полный диапазон, полный голос, масштаб и металл в голосе, который, к сожалению, очень плохо ложится на запись. В принципе, это было ре малой октавы достаточно. Как я уже повторюсь, так как я сопрано. И идем наверх. Для таких партий, как аттила, мы готовы. Мы разогрели голос во всем диапазоне. Итак, что касается легату. Я забыла еще об одном моем любимом упражнении. Когда надо выровнять все гласные на одной ноте. В принципе, сохраняя одно положение рта. Один величайший маэстро говорил своим певцам. Это зажать карандаш между зубов и петь это упражнение. Тоже очень индивидуально, чтобы кого-то не зажало это упражнение. Поэтому, смотрите, если вам мешает карандаш, зажатый между зубов, то лучше делать это без всяких приборов во рту. Зеркало мне помогает контролировать эти гласные, чтобы упражнение не выглядело подобным образом. А, э, и, а, у. Чтобы максимально сохранять одно место. Одно единое место для всех гласных. Чтобы звук при этом был максимально ровным. И также я использую в своих распевках и упражнениях самые сложные фрагменты из опер, которые у меня не получаются. Я много лет, 6 лет я работала только над пиано, метцовочи. Я просто брала прям фрагменты из реквема верди и аиды. А далее мне уже многие критики говорили, что у меня звучит так, словно у меня это от природы. Но это совершенно не так. Я много лет над этим работала, вот брала именно фрагменты. Поэтому те, у кого природная пиано, работают над форты. У кого-то аджилита, то есть подвижность в голосе. Бегает голос прекрасно, но вот эти вот колбаски, как говорят у нас, когда ровные целые ноты расписаны, даются сложнее. Поэтому каждый исполнитель должен подбирать для себя индивидуально также, помимо вот этих упражнений, которые я сейчас показала, которые подходят мне. Подходили Луча на повороте, Монсеррат Кабалье. И, возможно, подойдут и вам. Дополнять их тем, чего не хватает конкретно вам. И изучать свой голос, работать. Самостоятельная работа должна быть бесконечной. Всем здорового голоса и долголетия!